На обсуждение проекта краевого бюджета заявлены значимые для региона отрасли, которые дают поступление в налоговую казну и несут социальную нагрузку. В первый день обсуждений были представлены проекты бюджета правительства Приморского края в сферах сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил Олег Кожемяка, сфера ЖКХ касается каждого жителя края и влияет на качество его жизни. Важно, чтобы уровень удовлетворенности, предоставляемыми жилищно-коммунальными услугами у приморцев, был высоким. Среди первоочередных задач – обеспечить обновление отрасли, нарастить темпы и не снижать их. Для этого в крае ведется работа по модернизации инженерных сетей, тепло- и водоснабжения, водоотведения. Строятся и реконструируются котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции и другие важнейшие объекты коммунальной инфраструктуры. Сейчас дорабатывается концепция реформы мусорной сферы. Одним из направлений ее станет обновление и пополнение парка мусоровозов. Ежегодно в регионе будут закупать не менее 70 спецмашин для вывоза коммунальных отходов, которые пополнят парк городских и краевых предприятий. На эти цели уже в этом году направят 400 миллионов рублей. Что касается инфраструктуры по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов, то для сокращения пути доставки мусора уже в 2025 году планируется в Андреевке, Лозо и Левадии установить мусороперегрузочные станции, где отходы будут компактироваться и после вывозиться на полигоны. Для полигонов определены дополнительно 6 участков, где построят современные мусороперерабатывающие комплексы. Основным принципом их работы станет сортировка и дальнейшая переработка отходов с минимальным объемом захоронения. Всего на развитие отрасли планируется направить более 23 миллиардов рублей. На модернизацию и капитальные вложения в реконструкцию теплового хозяйства из краевого бюджета в 2025 году будет направлено более 900 миллионов рублей. В качестве приоритетного направления также были обозначены энергетика и газоснабжение. Как сообщила исполняющая обязанности министра энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш, в 2025 году будет разработана схема газоснабжения населенных пунктов Дальнереченского городского округа для определения потребности в природном газе. Параллельно продолжается строительство распределительного газопровода до муниципальной котельной номер 61, расположенной в пригороде Владивостока. А в Большом Камне в 2025 году установят блочно-модульную котельную мощностью 1,5 гигакалорий в час по улице Ольховая для обеспечения отоплением четырех жилых домов. В общей сложности на эти цели из краевого бюджета направят более 200 миллионов рублей. Приморский край – стратегически важный субъект Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он активно развивается. За последние пять лет в связи с ростом экономики потребление газа и электроэнергии увеличилось на 1,2 миллиарда кубометров и 1,1 миллиарда киловатт-часов соответственно. Быстрый рост потребления подсветил многолетнюю проблему региона – дефицит электроэнергетики. Для решения данных вопросов в следующем году будет направлено более 3 миллиардов рублей на строительство новых объектов. Олег Кожемяка обозначил, что эти усилия обеспечат ускоренное развитие Приморского края. Все предложения и рекомендации по проекту краевого бюджета будут рассмотрены на обсуждениях соответствующей сферы. Каждый из направленных вопросов найдет свое отражение в итоговом протоколе проведения мероприятия.